Всем привет! Нахожусь в приюте Улу Белла. Тот самый приют, который как будто бы сейчас замешан в какой-то коррупции. Вот я тебе хочу другими глазами вам показать, а ты в конце ролика скажешь, запах коррупции здесь есть или нет. Сейчас очень ветрено, снимаю из машины. Выходной! Выходной! Погода жесть! Сегодня ураганное предупреждение. Я даже не решаюсь с тебя, видишь, показать это видео оттуда. Звука просто не будет. И звук будет плохой дальше. Смотрите, сколько людей приехало в выходной. Чтобы ты понимал это, да? Суббота! Люди должны где-то отдыхать. Количество машин. А вот эти люди, это волонтеры. Они тратят свои деньги для того, чтобы спасать бездомных животных. Это позитивный момент. Это Латвия. И вот этих людей ты не обманешь никакой коррупцией. Они здесь чувствуют каждую мелочь, каждую собачку. Вот каждый нюанс. Еще раз говорю, штормовое предупреждение на улице посмотреть сегодня. Количество людей, которые пришли за свои деньги бесплатно работать. Сегодня идет уборка территории, прилегающей к приюту Улубелла. Пойдем погуляем. Ну что, выходим в космос. Смотри, какая погода. То есть ты паркуешь здесь свою машину, одеваешься в сапожки, погрязни и погнали работать. Здесь жгут листья, мусор, который собрали. Это собак. Это билет. То есть собирают весь мусор, и тот, что бил мусор, он просто сжигается. Так, а мы сейчас идем в сам приют. Но он очень большой, нереально здоровый. Такие красавчики, да? Приколенько так для кошек сделано все. Такие тактики разные. Это жесть, сколько тут этих собак. Просто жесть. Немного не вовремя приехал. Они уже закончили. Вы видели количество тачек и граблей, которые здесь? Это жесть. За моей спиной тоже интересный щит. Это собаки, которые были сюда привезены из Украины. Смотрите, сколько их штук. 40 собак. То есть вот такой вот щит. И это те 40 собачек, которые были вывезены из боевых действий. И они находятся сейчас в приюте Улубэла в Латвии. Это количество тачек. Вот волонтеры за сегодня пришли. Представляете, сколько одновременно людей. Больше 100 человек здесь может одновременно принимать участие в уборке. Смотрите, кормление животных строго запрещено. Но здесь следят абсолютно за каждым действием. Абсолютно. То есть смотрите, для того, чтобы прийти сюда и заниматься вот этой работой, ты должен пройти курсы волонтеров. То есть нельзя просто так приехать и творить, что хочешь. Привезти каких-то вкусняшек. Все должно быть под контролем и все абсолютно контролируется. То есть хочу поухаживать за собаками. Пройди курсы, как ты можешь навредить. Или как ты наоборот им можешь помочь. Прошел курсы, инструктаж весь. Тогда у тебя дают специальный жетончик. И вот с этим жетоном, он у каждого на груди. И человек видит, что вот этот человек имеет право, ну, обучен ухаживать за животными. Этот нет. То есть, да, ты с улицы приезжаешь, но все-таки здесь надо потратить время на курсы обучения. И стать волонтером. Волонтером, придя с улицы, стать можно, пройдя только курсы. Про каждого животного есть такой лист, рассказывающий вес, рост, как зовут и так далее. И это не единственный стенд. Таких стенда здесь очень много. И сам момент, когда ты забираешь отсюда животное, он тоже такой же сложный, как, наверное, ребенка из детского дома, мне кажется. То есть, у меня тут ребенок волонтерит. И вот она зашла. Территория настолько большая, что своего ребенка здесь будешь искать. Здесь не найдешь так просто его. Здесь можно видеть, что есть теплые вольеры, теплые боксы. И просто такие простые. Сама территория такая, что заблудиться здесь можно. Смотрите. Смотрите, я все время хожу в строительной одежде. И меня легко было принять за волонтера. Я так нагло везде зашел. Знаешь, как закрытые. Этой карточки у меня нету. Ко мне подошла женщина, сказала, что у нас сейчас обед. И вот в том зеленом домике готов суп. Можно прийти покушать. То есть, ты приходишь сюда на целый день. Я навскидку скажу, что здесь порядка... Сейчас я вижу около ста человек, которые в грязной одежде пилят, рубят, чистят. Вообще всю территорию. Не только у собак. Вообще всю прилегающую территорию. Смотрим количество. Увидел видишечек. Вот. И вот их количество просто какое-то нереальное. Они проводят здесь целый день. То есть, реально вкалываешь здесь 8 часов, работая вот на этих собачек, кошечек. Вот. Поскольку у меня нет этой карточки волонтера, что я прошел курсы и могу заходить в те зоны. У моего ребенка есть. Ребенок зашел и потерялся. Я тупо не могу его найти. Нереально большая территория. То есть, когда сейчас ты где-то по радио, по телевизору видишь наезд, наезд, именно наезд это называется, на этот приют, для того, чтобы отобрать у них финансирование, ну, в моем мозгу, ну, что тут, сколько тут может быть собак? Я не знаю. Но навскидку здесь порядка 800 животных. Навскидку, вот это я так вижу. Территорию, вот, в которой у меня ребенок потерялся. Я не знаю, в какой он из этих клеток работает. Я просто его устал искать. Вы видите, какой он огромный? Он даже за горизонт уходит этот лес. Сейчас попробую просто обойти сбоку. Хотя сейчас еще покажу. Вот я встал на угол. Смотри, где он заканчивается. Это сколько? Километр туда? В ту сторону. Два чувства. С одной стороны, это что же мы за животные такие, что мы просто тысячами животных выбрасываем на улицу. И если посмотреть, собаки в отличной форме. С другой стороны, это знаешь, как инь-янь. У нас в обществе существует, грубо говоря, тысячу негодяев, которые выбрасывают этих животных. Хотя, ну, некоторые, может, и умерли, попали в катастрофу какую-то. И тысячи людей, которые за этих животных готовы бороться. Вот ты из этих сторон у людей выбираешь. Я думаю, что те, которые хотят наехать на этот приют и отобрать у них финансирование, они как раз на стороне зла. Я здесь не вижу никакой коррупции. Понятно, что глупости говорю. Но я понимаю, сколько это стоит. Я строитель. Я знаю, сколько стоит этот стол. Один. Тридцать евро. С установкой 120. И один погонный метр такого забора 50 евро. Я просто устаю идти. Я это все оцениваю в полмиллиона смело. Это труд. Организовать вот этих стихийных 100 человек. Накормить и ухоженными, чтобы были 500 животных. Это гигантский труд. Я не знаю, пожелал бы я какой бизнес кому-либо другому. Вот с этой точки это какое-то сумасшедшее. Слышите количество собак, которые лаят здесь? Смотри, дошли мы до самого края. Я могу сказать, что вот оттуда мы начинали и вот оттуда. Что мы обошли практически этот гектар. Я здесь не вижу ни одного животного. Ни одного. Чтобы оно было в плохом каком-то состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...